Здравствуйте, ребята! У нас урок русского языка, поэтому открывайте тетрадочки в линейку, две строчки вниз, на третьей записывайте. 16 декабря, классная работа! Не забудьте все подчеркнуть. Еще раз напоминаю, чтобы все успевать, ставьте видео на паузу. Итак, дома вы учили и отправляли мне видео с выученным правилом, что такое суффикс. Всем оценки я поставила за это правило. Кто мне не прислал, конечно, оценка будет плохая. И пока вы ее не сдадите, мне будет оценка плохая. Поэтому еще есть возможность исправиться, записать видео, просто записать небольшое видео про суффикс. Но для всех других и для тех, кто даже не записывал видео, мы с вами вспоминаем, что суффикс – это часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. Очень похоже на определение приставка, только приставка стоит перед корнем, а суффикс стоит после. Но и та, и та часть слова служит для образования новых слов. Вот сегодня мы с вами проверим, что вы запомнили об этом. Но, как всегда, мы начинаем наш с вами урок со словарных слов. Итак, записывайте. Космонавт, воробей. Проверяйте написание слов. Космонавт и воробей. Если у вас все выполнено правильно, смело ставьте плюсик на полях. А теперь мы переходим с вами к учебнику. Открывайте учебник на странице 111. 1, 1, 1. Записываем вместе с вами упражнение 192. Записываем упражнение 192. Читаем задание вместе с вами. Образуйте с помощью суффикса «йор» или «тель» слова, обозначающие профессии людей. Мы с вами просто через запятую будем записывать данные профессии. Итак, кто занимается боксом? Ну, кто занимается? Конечно же, боксер. Записываем с большой буквы с новой строки. Бок-сер. Так. От какого слова образовано? От слова «бокс» ее будет суффикс. Запитаем. Дальше. Кто воспитывает детей? Кто воспитывает детей? Подсказка в детском садике. Кто воспитывает? Воспитатель. Записываем. Вос-пи-та-тель. Так. Так. Воспитатель от слова «воспитывать» и «тель» суффикс. Следующий у нас. Кто следит за лифтом? Кто следит за лифтом? Ну-ка догадайтесь. Это лифтер. Записываем. Лиф-тер. Ну, от слова «лифт» и «ер» суффикс. Хорошо. Кто испытывает новые самолеты? Кто испытывает? Испытывает новые самолеты, ребята, это изобретатель. Из-и-зо-б-е-та-тель. Изобретатель. Так. Так. Изобретает. Итель. Суффикс. Кто учит детей в школе? Ну, кто у детей учит в школе? Учитель. Хорошо. Записываем. У-ЧИ-ТЕЛЬ. Так. От слова «учит» и «тель» суффикс. И последнее. Кто строит дома? Кто строит дома? Строитель. Стро-И-ТЕЛЬ. Точка. От слова «строить» и «тель» суффикс. Так. Записываем. Не забываем, нечего выделять. Итак. Теперь мы с вами выполняем устно упражнение сто девяносто третий. Назовите, чем занимаются люди этих профессий. Вот сейчас попробуйте самостоятельно назвать сами для себя, если вы, конечно, знаете, чем занимаются люди на одной профессии, которая дана нам в нашем упражнении. А затем мы с вами проверим, так ли вы об этом рассуждаете. Итак, у нас даны здесь профессии, и первая из наших профессий – это актер. Кто такой актер, ребята? Актер – это человек, который выступает на сцене, играет различные роли в пьесах, рассказах. Люди, актеры, чаще всего выступают в театре, ну и в кино снимаются тоже. Дирижер. Дирижер, ребята, это тот, кто дирижирует людьми, которые играют на различных музыкальных инструментах одновременно. То есть, чтобы получилась игра, музыка, песня, мелодия, нужно, чтобы людьми кто-то управлял, чтобы подсказывал, в какой момент гитаре вступить, в какой момент трубе сыграть. Вот нужен дирижер для этого. Суфлер. Кто такой суфлер? Ребята, это тоже связано с театром, чаще всего суфлер. Суфлер – это тот, кто подсказывает различные реплики на сцене. Например, вот вы вышли к доске читать стихотворение и забыли строчку. И у нас очень много в классе есть суфлеров, которые подсказывают, какая строчка дальше идет. Дальше. Гример. Гример, ребята, это человек, который делает нас для какой-то роли. Либо образа, красивыми. Делает нам макияж, прическу. Одевает нас гример. То есть, человек, который полностью создает наш образ для какого-то выступления. Изобретатель. Но изобретатель – это тот, который изобретает различные вещи, которых еще никто не изобрел и не создал. Ну и укротитель, ребята, укротитель – это человек, который работает в цирке. Это человек, которому подвластны большая часть животных. То есть, вот мы смотрим с вами, например, в цирке, как собачки выбегают, ими дирижируют, скажем так, ими управляют, их приучают, воспитывают различным командам, чтобы они одновременно делали. Это укротитель. Чаще всего бывает укротитель тигров. Не только трассировщик тигров, но и укротитель тигров. То есть, тот человек, который к себе расположил животное. А мы всегда знаем с вами, что животные наши непредсказуемы. И не все поддаются трассировке. Но есть такие люди, которым все-таки подвластна власть над животным. Итак, записываем вместе упражнение 194. Давайте сначала вы запишите его, а я у себя на доске. И затем мы с вами проверим, правильно ли вы списали текст небольшой, и правильно ли вы выделили суффиксы. Итак, проверяйте. Да, я вам не сказала, какие суффиксы надо было выделить. Нам было надо суффиксы выделить, которые при написании к слову могут образовать слово, которое имеет ласковое звучание, ласковое значение. И действительно, суффикс ейк и юшк одни из тех суффиксов, которые помогают нам ласково произносить слова. Ну и, конечно, еще суффикс такой, как ок, тоже помогает нам ласково произносить слова. Итак, открывайте дневнички, записывайте домашнее задание. Домашнее задание у вас РТМ, страница 54-55, номер 88-89. Два номера нам нужно будет сделать на следующий наш урок. Итак, наш урок подошел к концу, готовьтесь к следующему уроку, а следующий у нас по счету идет математика.